Глава Чувашии побывал сегодня в публичном акционерном обществе Химпром. Михаил Игнатьев осмотрел цеха, встретился с молодежным активом и ветеранами предприятия. О нынешнем положении дел на предприятии, о его перспективах в нашем материале. За 2015 год химическое производство в России выросло на 6%. Это лучший результат отрасли за последние 5 лет. В нынешнем году положительная динамика сохранится, считают эксперты. Ситуация на Новочебоксарском Химпроме является своего рода подтверждением такой экспертной оценки. Девальвация рубля позволила увеличить экспорт, что сказалось на мощностях. Этот узел входит в состав проекта по увеличению, наращению мощности производства предприятием пероксида водорода до 95 тысяч тонн в год. Это позволит нам суммарно в 2016 году увеличить мощность до 47% действующего производства и увеличить выпуск продукции, соответственно, занимая ниши не только в России и СНГ продуктовые, но и выйти в Европу. 500 миллионов рублей в этом году только будут инвестиции вкладывать в модернизацию техническое переоружение производства. Планируется расширить географию поставок по России, к примеру, в Челябинскую область. Этот вопрос обсуждался во время визита чувашской делегации в регион. Дочернее предприятие «Химпрома» «Аперкарбонат» производит продукцию, которая не имеет аналогов в России. Аперкарбонат натрия применяется в качестве отбеливателя, например, в текстильной промышленности. Это основной компонент стиральных порошков и моющих средств. В реальном секторе экономики химическая промышленность в республике достойно работает и в динамике. И в прошлом году рост есть в среднем. Я докладывал недавно перед Государственным советом о показателях. И за три месяца текущего года на данном предприятии «Химпром» рост почти 30%. Мы говорим «кризис». Для них, я говорю, дополнительные возможности открылись. Предприятия публичные, градообразующие, они пополняют доходную часть бюджета разных уровней. Это здорово. А касаясь в целом промышленности, но по этому году мы прогнозируем два варианта. Пока сложно предугадать, но полагаем, что в динамике не менее 100% выйдем. Не только экономическим показателям гости уделили внимание. Химическая промышленность – это все-таки риск для окружающей среды. Сегодня здесь высокое внимание уделяется именно экологической безопасности, химической безопасности. Погода только на эти два мероприятия, для того, чтобы безопасить население, ближайшее здесь, выделяется. На руководство завода больше 200 миллионов рублей. Объединят ли Ново-Чебоксар с Кочебоксары? Почему асфальт тает вместе со снегом? Что дала оптимизация детских садов? Вопросов на встрече молодежный актив и ветераны задавали много. Судя по официальной справке, средняя зарплата, как и количество сотрудников на химпроме, в отличие от многих других предприятий, растет. Этот факт – хорошее дополнение к ответам на все вопросы.